Я скажу такие вещи, которые, как мы сейчас смотрим, в течение 107 лет, они весьма непопулярны. А именно, что такое империя? Империя – это форма существования церкви в Духе Святом. Вот эта идея масонская, абсолютно чисто масонская, ясно-техалипу, отделение церкви от государства, произошло такое печальное событие, что эту идею усвоил и клир российской церкви. Например, к концу XIX века являются такие идеи о том, что император, по закону 68-го Российской император был глава церкви. Но это нужно правильно понимать, что такое глава церкви. Это верховный администратор церкви, причем не церкви российской, а церкви всей христианской церкви. Это начинается с Константина Великого, который был, что удивительно, на момент 1-го Уссенского собора, в котором он собирал свою императорскую власть, он был даже не причинный человек. Он говорит, что его листил метрофан только 10 лет спустя. И вот святые отцы, из XVIII, 1-го Семенского собора, обращаются к нему в неучестивший император. И, что удивительно, именно он, очень трудно приняв церкви, предлагает ту форму, которую мы сейчас поем в первой части «Символа веры», о том, что Христос единосущий нацом. Я это предложил императору, неврещеный, подчеркиваю я. То есть, что это означает? Можно ли говорить о том, что у него не было, не предлужа дать ответ? Она была. Что же это было такое? Чем императоры Рима, языческие, которые проливали круг христиан, отличались от советских властителей, ну, сталинских времен? Они отличались очень принципиально. Дело в том, что, причем в посланиях апостолов мы встречаем, молитесь за царя. Как так молиться, если он язычник? И тем не менее, какая же, в чем же это была принципиальная разница? Эти императоры считали, что их власть от Бога завышена. Они все так считали. Они были верховыми жильцами. Что интересно, это же, чем титул остается у Константинна Великого. Перед Миланском Эдикте, что происходит, он запрещает гонения на христиан, и, по сути дела, он вводит, чисто формально, юридически, в фондеон язычных богов вводит Христов. Вот это, если мы сейчас, это плохо себе представляем. И так кончается гонение на церкви. Вот мы сейчас говорим о том, что у нас здесь мало, русских мало и так далее. Вот очень интересно, а сколько было христиан в церкви на момент Миланского Эдикта? Некоторые говорят 5%, некоторые думают 10%. Нет, все-таки 5%. Здесь невозможно, потому что то, что гонение в Деке, азиохристиан, а там уходит 10 миллионов, огромная цифра для древнего мира прогибла, вот, представьте, 5% христиан, они перекрасили всю империю. В этом отношении мы должны тоже помнить, что у нас, если мы настоящие христиане, у нас другой, отдельный вес. Наша молитва перед хобом, наше мнение перед хобом о том, что только что были убранщики, о том, что мы не должны принимать и соглашаться со злой, это очень важно. Это намного сильнее, чем, так сказать, толпы, собравшиеся на Майдане и так далее. А 107 лет назад произошло еще одно событие, которому мы даем малое значение. Значит, у нас началась коррозия нашей церковной веры, потому что было сказано на соборе 17-го года буквально следующее, что церкви все равно, какая власть. И, дескать, лишь бы она функционировала, и, собственно говоря, первый тот собор собирает масоны. Совершенно откровенно. Значит, церковь, я добавлю, что, собственно говоря, государь не просто не отрекся, он формально передал власть свою правду, на что имел правду. То есть империя юридически никуда не уничтожала до момента собор и заключительного собрания. Вместе с тем, на шестой же день Синод ликвидирует все упоминания молитвенные о империи, вот по царской семье полностью. Начинает искажаться безобразие и церковные службы, и молитвосводы, и берет. И вот давайте посмотрим, есть ли у нас догмата церкви, вот вообще, то есть догмата власти. Что говорит вообще? Учит церковь о власти? Ответ, конечно, учит. Символу веры, он такой всебежитель. Панду Краторс. Это и есть догмата власти. Он всебежитель. Интересно, что потом идет Творца Невы и Земли, поэтесс Урану Кайген. То есть он даже сначала источник власти, а уже потом творец. Понимаете, как интересно? В таких документах, как символ веры, не только каждое слово имеет абсолютно вес, но они в последовательности, правильно ставят. То есть сначала Бог, он источник власти, уже потом творец видимо и невидимо мир. И что же произошло, когда церковь сказала, что действительно церковь все равно чья власть, ответил. Источником власти является Богом. Если церковь начинает говорить, что источником власти может быть народ, то она идет против собственного учения. Может ли церковь, святая Христова, идти против собственных догматов, тем более Вселенский собор? Конечно, нет. Речь идет о том, что начинается искажение именно ее, так сказать, в отдельных носителях. Но о том, к чему это привело, мы все, наверное, хорошо знаем. Продолжение следует...